Всем привет! Это Андрей Курейчик, новый карантиноблог. Спасибо огромное за то, что подписываетесь, ставите лайки, комментируйте. Сейчас это очень важно. Как всегда, начну с благодарочек, и причем с гигантских, потому что три человека поддержало книгу. Спасибо Дмитрию, Живе Беларусь! Сергею Набе и еще одному Сергею Набе, который сделал самый большой вклад в издание этой книги. Я не называю фамилию, я знаю кто это, это очень хороший человек. Фамилии не называю, потому что нас могут смотреть не только мои традиционные подписчики, но и всякие люди с погонами, и записывать, кто куда, значит, деньги направляет на поддержку чего. Поэтому я просто скажу, Сергей, спасибо тебе огромное. Благодаря тебе мы собрали половину, даже, наверное, чуть больше, от всего, что необходимо для издания книги. Это невероятно, и просто я знаю, что ты поддерживаешь белорусов всегда. Ну, в данной ситуации это просто фантастика. Спасибо. Друзья, вчера рассказывал про то, что уже, ну, как бы, Лукашенко не знает, что делать, госпропаганда не работает на ТВ, ОНТ, БТ, ничего не работает, приходится в жировках писать, значит, всякую чушню, то есть, я понимаю, собираются такие Афонии, все эти слесаря, раз, и в жировку там про БЧВ флаг, значит, всю правду про БЧВ флаг наливай. Вот, и рассылают. Я так подозреваю, это интересный способ, на самом деле, информировать белорусов в условиях, когда они не верят этому ГОСТВ и газетам, всем этим советским Белоруссиям, да, значит, ну, кроме жировок же, ну, и других вариантов. Ну, туалетная бумага, сколько дают возможности для того, чтобы там, прям, рулоны, там можно про всех все написать, вот, я бы в паспорт, честно говоря, прям писал, вот, первая страница, небольшой ликбез, значит, кто предатели, кто там прислужники, кому это выгодно, и всю историю про то, как, значит, эти националисты надавили на коммунистов и придумали этот БЧВ флаг, под которым, значит, Лукашенко принял присягу, а потом оказалось, что под ним и хатынь сожгли, по мнению, значит, какого-то Афони там, из управдома, вот, конечно, это все не соответствует действительности, но если им некуда, как бы, деть бумагу, пусть повесть временных лет печатают, что-нибудь такое по-настоящему интересное, вот, фамилии донатеров не называю еще потому, что вот такие случаи, которые сейчас в Москве произошли, это, я скажу, вопиющая история, выкрали, выкрали из Москвы двух человек, Александра Федуту, очень известного политолога, кстати, довольно безобидного человека, единственный минус, что он в свое время поддерживал Лукашенко и помогал ему прийти к власти, ну, вот, ему отплатили, отплатили и отправили в СИЗО КГБ. И какой-то американский адвокат, то есть бывший наш, но уехавший в Америку довольно давно, открывший там кучу офисов, успешный человек, прилетел в Москву, выкрали прямо из отеля. Прямо из отеля взяли человека, белорусские спецслужбы и увезли, опять же, в СИЗО КГБ. Это говорит о многом, то есть, если уже белорусские КГБшники хозяйничают в России, понятно, что это делается с позволения ФСБ, это значит, что точно так же ФСБшники хозяйничают в Беларуси, мы имеем фактически некое слитие этих структур ФСБ и КГБ. Во всяком случае, абсолютное их взаимодействие. Вот и думайте, вот и думайте про поездки в Москву и Петербург. Могут оказаться такими себе удовольствиями. Вот, разродился огромным, значит, постом в Фейсбуке наш, так сказать, наследник трона такой объявленный, Караник. Караник, помните, был такой, значит, сначала министр здравоохранения, вот, а потом, значит, теперь уже ему отдали, Владимир Караник, Гродненскую область, и все, и он ведет предвыборную кампанию, да. Все чиновники у нас молчат тряпочку, это как бы считается некрасиво, а он в Фейсбуке дает этим, значит, скептикам, посусалам максимально. Вот, на какую тему? На тему, конечно, коронавируса, которого в Беларуси, как мы знаем, нет, который, как в Беларуси, лечится чем-то, водкой, трактором, салом, вот, и вообще маски носить не нужно, и т.д., и т.п. Это Беларусь, да, и у нас самая при этом маленькая заболеваемость. Ну, как так? Никто не болеет. В Украине все плохо, в России, в Польше, в Литве, а у нас, ты смотри, никто не болеет. И вот, что пишет наш герой. Вы видели в нашей стране стадионы и торговые центры, наспах переделанные под больницы, как во многих других странах. Вы наблюдали километровые очереди в приемные покои больниц за консультацией? Ну, очереди наблюдали, кстати. Другое дело, что никто не ставил диагноз коронавирус. Стой, не стой, тебе говорят, ты это, у тебя простуда. Так что, подождите, я запахи не чувствую, это простуда. Чего ты, простыл, запахи ты не чувствуешь. Ну, не чувствуешь и не надо, не нюхай. Вот, вы знаете случаи, когда пожилой пациент уступал свой аппарат ИВЛ более молодому и погибал, как это было в Италии? Нет, мы таких, может, случаев и не знаем, но мы знаем про ИВЛ в Витебске, да, и как там люди погибли. И я думаю, в Италии такого не было и не могло быть. Вы видели рефрижераторы с телами умерших, которые стоят возле больниц, потому что умерших столько, что морги их не вмещают, как это было в США. В США умирают меньше гораздо, да, а у нас морги большие, у нас всех вмещают. Еще с советских времен, когда тут во время БУЛАГа и всех остальных мерли люди просто миллионами, ну, как-то построили нормальные большие морги и все. А там живут, там живут, там умирают редко и, видимо, нет необходимости такого хранения в каких-то моргах. Вот, это простое объяснение. Короче, вопрошает Кораник на тему, видели ли вы, видели ли вы, вот, напоминает о домах престарелых в Испании, вот, и завершает совершенно потрясающей мыслью. Вот все-таки мыслитель, понимаете, придет на смену этому, философ придет. Какая мысль? У нас маленькая страна, такое скрыть невозможно. Этого просто не было. Ну, мы знаем еще одного мыслителя, который говорит, обмануть с таким процентом на выборах нельзя. Но есть прекрасная госпожа Ермошина, которая может обмануть с любым процентом. Никаких проблем с этим нет. Хоть 80, хоть 70. И вот так и получается, да, как вчера в жировке. 80% проголосовало, 66% доверия, согласно их, значит, этому опросику. Чудо. Вот. Так и тут. Так и тут. Скрыть невозможно. И действительно, я скажу Кораннику, скрыть невозможно. Потому что как они там не скрывали статистику, не путали, не давали информацию. И эти графики все были лживые. На них просто можно было посмотреть вот это вот. Каждый день умирает ровно по 5 человек. Потом что-то передумали по 6 человек. И так неделю 6 человек подряд только в день. Ну, чудеса такие. Там 9 человек и все. Вот. А в ООН приходится давать нормальную статистику. И посчитали избыточную смертность. Избыточная смертность. То есть берется статистика 19-го года и 20-го. И сравнивать, сколько человек умерло. И оказывается, что там на 30 тысяч человек, на 30 тысяч человек вдруг умерло больше в 20-м году. При том, что у нас не было ни катастроф, ни войны, не знаю, ни ураганов. Ничего не было. А умерло на 30 тысяч больше. Ни с того, ни с сего. Берется маленький городок, смотрится. И в 19-м году там умирает один убыль населения человек. А в 20-м 76. Свежее кладбище. Чего же они там в 20-м году все попомирали, а? Владимир Караник. У меня есть ощущение, что, как и во всех странах, и это доказано научно, избыточная смертность вызвана коронавирусом. И она гигантская в Беларуси. Она гигантская. Вообще, за 20-й год убыль населения 60 тысяч человек. На 60 тысяч стало меньше белорусов. И с начала правления Лукашенко мы потеряли, ну, сколько там, под 10% населения. Ну, чуть меньше. Ну, это гигантское, гигантское. Там, за всю войну мы потеряли 20. А тут за время Лукашенко почти 10. Такая вот у нас, да, забота о демографии. Поэтому, что хочет сказать Владимиру Каранику, что учитесь, учитесь у вашего учителя неплохо. Неплохо. Правильной дорогой идете, товарищи. Врачей в итоге поувольняли кучу. Кучу посадили. Куча уехала за границу. Лучших специалистов. Кстати, эти специалисты тут же раскрыли все эти махинации. Сказали, да, пишут на сердечно-сосудистые заболевания. И все списывают. И все. Ну, вот. А это гигантская проблема. Это гигантская проблема. Которая вот в Беларуси и вызвала во многом то отторжение к власти, которое мы наблюдали на выборах. Потому что белорусы поняли, что просто на их жизнь и здоровье всем наплевать. Глубоко наплевать с высокой колокольни. В статистику запишут и все. И вся история. Так что вот это я хотел прокомментировать. Жалко мне этого Федуту. Потому что у него просто плохое здоровье. Ну, как по мне, он абсолютно безобидный. А, еще сейчас взяли этих поляков. Да, опять же, польских журналистов. Там из Союза поляков. Лупят по полякам по всей. Вообще, вот, бедная национальность это, да, в Беларуси. Дальше. Зачем-то им понадобились лидеры партии. Ну, понятно. Потому что партии воспринимаются серьезно. Серьезно. И решили провести профилактику с лидерами партии. Это Костусев, это глава социал-демократической партии. Помню, Степанов или как-то мы его зовут, не помним. И, значит, у Черечня бежал его этот, не стал дожидаться, глава штаба. И, ну, Козлова традиционно там наказывали сутками, уже выпустили. Преддверие чернобыльского шляха. В этой стране любая вообще попытка собраться вместе, это все. Это страх, это ужас, ужас. Надо превентивно лупить по всем фронтам. Вот. Ну, лупите. Лупите, да лупитесь, рано или поздно. Вот. Все равно ваши жировки показывают, за кого население в этой стране. Так или иначе. Друзья, еще раз спасибо огромное за помощь. Голосуйте на национальные премии за пьесу. Берегите себя. Не забывайте про коронавирус. Все-таки это очень-очень коварное, опасное болезнь, которое сейчас приобрело новые штаммы. Британские, южноафриканские. Которые очень заразные и очень опасные. И посмотрите, действительно, что творится в тех странах, где статистика реальная, открытая. Да, как в Украине, например. Несмотря на локдаун жестокий, умирает по там, сколько, 400 человек, иногда 300-400 человек в день. На локдаун. А у нас ничего нету? Ничего нету. Представьте себе реальный уровень смертности, особенно среди пожилого населения. Поэтому берегите. Берегите себя, берегите близких и родных. Вот. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok